В прошлом и позапрошлом году американский Амазон объявил о том, что наконец их электрические книжки обогнали по продажам книжки бумажные. В этом году, месяца два назад, примерно в мае, может быть в июне, английский Амазон объявил о том, что теперь уже и в них в Англии тоже продажи электронных книжек превысили, продажи книжек бумажных. Причем очень заметно превысили, побив практически предсказания всех критиков электронных книг, которые говорят, что мы загнивающее человечество, которое перестало думать о высоком, перестало читать, перестало думать какими-то длинными формами. А вместо этого все ушло в интернеты, в фейсбук и смотреть ролики на ютубе. Оказалось, что это не совсем правда, а судя по продажам электронных книг и по обсуждениям вокруг книжных историй и по тем выручкам, которые, собственно, цифрам выручки, которые пишут сейчас те или иные успешные издательства, которые выпускают бестселлеры в электронной форме, можно смело сказать, что читать меньше мы не стали, более того, мы читать стали больше. Но на смену привычного множества и разнообразия бумажных книг идет совсем другая книжная культура. Электронные книги это, в первую очередь, конечно же, некоторые длинные истории, которые мало привязаны к конкретной форме. То есть они могут быть в виде книжки на читалке Kindle, они могут быть в виде книги на... в виде длинного многостраничного текста на iPad'е, они могут быть где-то в каком-нибудь андроидном телефоне с небольшим экраном. В зависимости от устройства оформление текста меняется так, чтобы его было удобнее читать, но при этом, как правило, за оформление его отвечает само устройство, либо та читалка программы, которая отвечает... которая показывает читателю этот текст. И более того, как правило, сам читатель решает, как ему сделать так, чтобы было... ну, как должен выглядеть текст на его экране для того, чтобы почитать его было максимально комфортно, удобно и привычно. Это может быть там... светлый текст на черном фоне. Это может быть какой-нибудь готический шрифт и читать его, будем, поперек экрана, а не вдоль по вертикали. Он может перелистываться, а может медленно ползти для того, чтобы его было комфортнее читать и не бегать глазами сверху вниз. Все множество разнообразия средств для того, чтобы текст был употреблять удобнее, оно в распоряжениях у читателя. Но наряду с этим появились и совсем другие жанры для книг. Например, появились книги-приложения, которые состоят... Они больше всего похожи на дизайнерские издания и иллюстрированные каталоги прошлых лет, которые мы покупали для того, чтобы их время от времени перелистывать, брать в руки, наслаждаться их тяжестью, их, возможно, там, качеством бумаги и качеством иллюстраций. И восхищать друзей и гостей тем, какие у нас, собственно, красивые и увлекательные книжные полки. Сейчас на смену вот таким альбомам пришли книги-приложения, которые могут включать в себя видео, могут включать в себя очень интригиальную и разнообразную верстку, которую делают профессиональные дизайнеры. Более того, с этими книгами можно очень по-разному взаимодействовать. Их можно, в зависимости от устройства, на котором они воспроизводятся, можно там встряхивать, можно переворачивать, можно играть с ними как с головоломками и находить какие-то спрятанные тайные углы. То есть книги превращаются в полноценные... Вернее, даже, скорее, приложения превращаются в нечто среднее между книгой и сложной игрушкой. Каким-то устройством, о котором раньше можно было только мечтать. Причем не только читателю, сколько автору и издателю, который, например, хотел бы для своей истории, либо для некоторых своей фантазии тех или иных сложных средств самовыражения. Например, можно вспомнить книги Новорада Павича, которые начинаются с двух сторон, например, и встречаются где-то в середине, и рассказывают о, в принципе, одной и той же истории. Мы не потеряли классическую свободу воображения, которая была свойственна длинным текстам, которые просто мигрировали из бумаги в некоторую такую... ну, наверное, можно сказать, в облако. Но в то же время мы получили огромное количество дополнительных выразительных средств, потому что современная книга — это не один том, а очень часто набор ссылок, которые можно, нисходя с места, в том же приложении читалки открыть и посмотреть, допустим, на ту статью, на которую ссылается автор. Можно здесь же посмотреть значение тех или иных слов. И, что самое интересное, можно открыть какую-нибудь соседнюю, либо предыдущую книгу, либо посмотреть на конкретные цитаты, которые мог, например, отметить сам автор для того, чтобы обратить на них внимание до своих будущих читателей. Будущее книги, можно сказать, не просто не туманно, оно крайне радужно и полно радости и разнообразия. Другое дело, что завтрашние цифровые книги... Завтрашние книги не обязательно будут цифровые, они будут находиться в той форме, которая будет максимально удобна для потребления. Если будет удобно читать книги с микрофиш либо с каких-то распечаток, формирующихся в воздухе в руках у читателя, значит, у нас книги будут воздушными. Если книги будут удобно читать со стены, либо книги будут формироваться в виде текста, насечатки у читателя прямо с помощью либо очков, либо линз, значит, книги превратятся фактически в такие цифровые артефакты, которые хранятся прямо в памяти у человека. Все это окончательно освобождает книгу от физического носителя и на смену ему приходит... Да, я в общем даже не знаю, что ему с вами приходит. На смену ему ничего не приходит, кроме облака, в котором лежит все мировое богатство современной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok